Дорогие друзья, вот еще вопрос. Дорогие братья, у меня вопрос. Как простить тех, кто причинил сильную боль? Как преодолеть свой гнев и держать себя в руках? Прошу ответить на мой вопрос. По отношению первого вопроса, вот как простить? Во-первых, чтобы простить другого человека, кто причинил тебе боль, надо иметь сильное желание это сделать. Если ты не имеешь желания исполнить волю Божию, все твои старания будут напрасными. Вот мы читаем Псалом 39, там говорится, хочу исполнить волю твою Божию, и закон твой у меня в сердце. Хочу исполнить волю твою Божию, или желаю исполнить волю твою Божию. Поэтому первое, это надо желать. Если мы хотим действительно покоряться Богу, быть с Богом, это первое. Если это желание есть, да, как бы не получается, вроде стараешься, но есть сильное желание, то что нам помогает в этом вопросе, вот ты каждый день приходишь к Богу, и молишься молитвой «Отче наш», и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Другими словами, Боже, ты меня так прости, как я прощаю другого. Если бы спросить любого из нас, ты желаешь, чтобы Бог тебя прощал ежедневно, а мы в этом ежедневно порой нуждаемся. Конечно, мы все желаем. Поэтому если ты не будешь прощать, Бог тебя не простит. Это очень важный момент, это очень важный стимул. Дальше. Если в этом направлении дальше мы двигаемся, просто я мой личный опыт передаю, и опыт других людей. Когда хочу простить, очень важно просто даже в молитве сказать, Господи, во имя Твое, или Божие, во имя Иисуса Христа, я прощаю этого человека во имя Иисуса Христа. Не просто в мыслях это вращается, мысль хочу простить. Нет, просто именно это вслух. Я веровал по тому и говорил, во имя Иисуса прощаю я его. И ты желая, ты прощаешь. И следующий очень важный шаг, начни молиться ежедневно за этого человека, которого ты простил, и ты произнес им важные славы Господи. Благослови его дом, его семью, работу, служение, жизнь. Кто-то скажет, он мне такую боль причинил, как я буду за его благословение молиться. Благословляйте, а не проклинайте. Начни благословлять его. Я такие моменты переживал. Я уже у нас рассказывал в Новосибирске. Когда я однажды выезжал, мы выезжали с детьми, и так получилось, что там не было старшего в отряде преподавателя, но мне пришлось быть как преподавателем. И там у меня было семь или восемь мальчиков в отряде. Ну, от девяти примерно до одиннадцати лет. И вот почему-то так вот Бог управил, мы начали на эту тему беседовать о прощении. Я спросил этих вот, эту группу ребят, скажите, есть ли в вашей жизни люди, которым вы до сих пор не можете простить? Делаю акцент, с девяти до одиннадцати лет. Из восьми человек трое сказали, что у меня есть человек, я не могу его простить. И он рассказывает. Я однажды шел со школы, и вдруг меня встречает мальчик, который старше меня и по возрасту, и по силе. Я его первый раз вижу. Он взял палку и начал меня бить. Я от него убегать, а он меня бьет и бьет. Что я ему плохого сделал? Уже прошло определенное время. Вот у меня это, я не могу его простить, хотя я больше его никогда не видел. И когда я ему эти шаги, я ему сказал, вот шаг за шагом, мы помолились. И он произнес, Иисус, во имя Твое, я прощаю этого человека, который меня бил палкой. Что вы думаете, это было примерно там, ну или утром там, или в обед было. Вечером мы просто своим отрядом решили совершить молитву на ночь. Ну, как обычно, несколько минут помолились, и дети пошли спать. Начали молиться, молитва шла 40 минут. Это дети с 9 до 11, 40 минут шла молитва. И один из них, из троих, утром пришел, сказал, меня Бог хрестил Духом Святым. Это благословение. Поэтому хотим благословения, хотим, чтобы Бог нас благословлял, чтобы Бог нас прощал. Мы будем прощать. Если не хотим, беда. Ну, по отношению гнева, важно тоже понимать, что гнев человека не творит правды Божьей. С гневом можно бороться по-разному. Я читал в одной книге, один человек рассказывает, вот у меня свой принцип борьбы с гневом. Когда я на кого-то разгневался, во дворе стоит бочка с водой. Я подошел туда, окунул голову в воду, пока так в себя пришел, смотрю, и гнева меньше стало. Ну, вот у него такой принцип. Конечно, я не хочу сказать, чтобы все вы свою голову туда в бочку с водой опускали с гневом. Ну, это вопрос отношения с Богом. Если мы понимаем, что гнев есть, а он не творит правды Божьей, ну, исцеление приходит с покаяния. Господи, прости, я каюсь. А почему гнев? Опять же, мы имеем что-то на этого человека. Ну, уже о прощении я сказал. Ну, еще здесь одна записка. Что делать, если в голове большой эфир мыслей? Как разобраться, что от Бога, что нет, и как бороться? Когда вот такой рой мыслей в голове, опять же, нам ориентир дает Слово Божие. Слово Божие так говорит. «И не сообразуйтесь с веком Сим, но что? Преобразуйтесь обновлением ума вашего». Поэтому, вот чтобы у нас были правильные мысли, правильное понимание воли Божьей, и был правильный ориентир, что если голова и сердце не заполнены Словом Божиим, то тебе разобраться будет очень сложно. И наоборот, если ты пребываешь в Слове, как Христос сказал, что если пребудете в Слове Моем, то и вы истинно Мои ученики. Если мы пребываем в Его Слове, в Его воле, тогда Его Слово пребывает в нас. И тогда в нужный момент Дух Святой, Он нам через Слово, опять же, Писание, Он нам покажет, это не Божие, это чуждое, это чуждое. Поэтому изучайте Слово Божие, любите Слово Божие, пребывайте, заучивайте, размышляйте о Нем, живите им просто, пребывайте в Нем. И тогда это же Слово, оно будет научать, разумлять, показывать. И тогда вместо чуждых мыслей, это будут там Божьи мысли. Как апостол Павел говорит, «А мы имеем ум, чей? Христов». Да поможет Господь.